Дружище, тоже любишь яблоки? Вот давай смотреть, это что-то далеко откатилось Откатилось далеко Вот это я подобрал с самого под дерево Ну тут уже точно грамм 500 будет Вот, сейчас я расскажу про это дерево, потому что он не мог успокоиться с тем сюжетом Значит так, по порядку я посадил сюда привитую нет, я на месте привил колоновитку от нее осталась вот только вот эта страшная рана и больше ничего вот она но она дала рекордную высоту дала несколько урожаев и все-таки сибирь не для нее даже на сибирке наверное надо было продолжать эту линию эту линию помните незаконная незаконная теория, практика железа называется селекционное клонирование плюс наследие ментора вот смотрите что случилось, что случилось, то случилось линию я не продолжил вот вот самая высокая в мире полновидная яблоня приказала долго жить а сибирка вот он любит скотину эти за мной фрукты и овощи таскать вот а сибирка вылезла сбоку и пошла вверх почему штамп я не делал почему здесь такой мощный штамп забор забор и соответственно места мало видите вот это мое знаменитое самое еще старое дерево это амур он уже привитый он тоже весь больной он еще долго будет плодоносить что за это говорит ой да плодоносить и расти приросты видели видели при таких приростах он помирать не собирается несмотря на это но мы отвлеклись забор здесь сыграл свою такую я бы сказал зловещую роль посмотрите какой штамп специально и здесь ну сибирка надежнее конечно хотя прививка то сделана на маньчжурский абрикос и ведь он жив до сих пор через несколько лет ему тридцатник исполнится вот ну хорошо на это мы любовались каждый год а это пока молодежь и так с этого только здесь в этом месте появились боковые ветки разветвления я сделал несколько прививок любуйтесь одна вторая третья две пошло лучшее из них лучшее из них называется богатырь вот то что я не выдумал что эти это яблоко именно отсюда пришлось мне искать доказательства вот они поднимаю голову вон они висят и к сожалению рухнула ветка на которой висела видимо это сейчас посмотрим наверх вон они красавцы надеюсь вы их видите обычно на таком фоне плохо видно вот они вот они так а у меня что-то расплывается на экране ну в общем доказал доказал ветку сломанную видели видели скажите что ж ты железов не выражай не регулировал что ж ты железов не это не укорачивал ветки а такие случаи бывают и не часто нередко нет у меня времени для того чтобы делать красивые деревья забор двухметровый а выше уже для меня недоступна та самая формировка дерева ладно посмотрели еще раз и в чем убедились во-первых куда ты лучше яблоко жрешь скотина и почему каждый раз как будто бывший этот самый ну уйди это неудобно при людях тебя пинать взял лучше яблоко давай грызть ну вот то грызи таких у меня много вот и так еще раз полюбовались сейчас сделаю фотографию селфи наверное придется делать кто ж поверит в это чудо вот и еще раз раз это учебный фильм вместо прививки смотрим одно видели как можно ближе к основанию ветки второе центральный проводник вот она сделал прививку тоже вращеп третья не пошла так и остались вот эти ветки я все не убирал вот я до сих пор не знаю лучше когда уберешь полностью или когда часть оставишь иногда кажется так иногда и так спорный вопрос а что это такое у меня ага самая поздняя китайская слива она была у меня желторозовая в этом году солнца не было вот дотянуло сегодня 26 сентября холодно бррр до сих пор висит уже у меня первые упали месяц-полтора назад ничего соберем вам они тоже будут нужны почему позднее позже цветут это очень важно друзья в общем вот мы еще кусочек сада с вами изучили вот еще раз полюбовались это яблоко и благодарю за внимание а как выглядит селфи а вдруг это не я а вот а вдруг это не красный хутор смотрим на мою морду что-то не получается сейчас 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 где там вот он я дерево то самое красный хутор тот самый все еще есть сомневающийся давайте посмотрим на беседку в принципе и так видно что это мое кстати я сейчас только собирал вот сладкие груши вот они манджурские орехи собирал сладкие груши их осталось совсем немного а вот эти вот у меня последние нарядные фильмы полюбуемся больше нет если только на дереве не задержалась а он еще есть есть немножко но главная тема еще нет а вот мы уже поговорили об этом а сейчас еще раз сладчайшая груша под названием воронежская десертная последняя груша висит их найду я их было всего две на ней цифра 20 мне из-за этого жить не хочется сейчас 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 я которая самая крупная это она вот вот это вот чудо вот и на берке написано номер 20 кто-то может спер на общем саду я же не номеру вот здесь она висела вот еще одна висит но правда маленькая вот ау караул ребята я сейчас отключу еще фотографии сделаю скажите на милость что это откуда вот кто эту красоту создал еще я не пробовал на вкус да уверен что сладкая ну все благодарю нет не благодарю за внимание вот они сейчас было собрано два ведра мною и ведро я фотографии сейчас сделал а фильм не включал еще моим соседам перед этим я собрал еще ведро уже семечки выковырены которые раньше поспели и вот все что осталось а так как их немного для такого дерева очень немного это примерно в 20 раз меньше чем было может 40 раз чем было еще годом раньше чем всегда и наконец при маленьком рожа они снова сладкие стал бы сосед у меня собирать послал бы меня далеко далеко и наконец они снова сладкие вот нет мы с вами уже ходили так орехи мы с вами собрали маньчжурские вот последняя груша лежат еще тут ага вон они красавцы ну пусть будет тем а тут вы знаете какая самая сладкая для меня лично это осенняя яковлева вот какая она хорошая какая она вкусная вон последние висят ну все благодарю за внимание а то слюны захлеблятесь